Всем привет, родненькие! Вы на канале Покашеварим, это обзорище в воскресенье, это значит, что вы должны запастись вкусняшками, налить себе чаёк и смотреть обзор, да. И обязательно в комментариях написать, что вы едите, пока смотрите обзор. Это у нас уже добрая традиция по воскресеньям, делимся своими гастрономическими кайфами. У нас сегодня на обзоре утка по-пекински. Даг Пекин, это контора, которая создана одним энтузиастом, я знаю этого человека, потому что так сложилось, что когда-то в парке Сокольники я был в каком-то жюри, где создатель этой Даг Пекин готовил стейки, хотя он к стейкам отношения не имел, но тем не менее готовил. Его зовут Евгений, мы с ним единственный раз общались, это вот так, пара слов на фестивале, но его продукт мне тогда запомнился в голове, и я решил сегодня снять обзор на Даг Пекин. Заказали утка по-пекински, куча всяких китайских салатиков, в общем, приеду и посмотрим, что приеду. Ждем. Вот в таких больших здоровенных пакетах нам все привезли. Сейчас будем разбираться потихоньку. Пока все выглядит очень симпатично и свежо. А так оно и должно быть, почему нет. Вот в этом пакете, видимо, как раз сама утка, она подается с овощами, да, вот она, нарезанная уточка. Здесь у меня отдельно том-ям, ты посмотри, какая лохань. Кимчи, почему-то две штуки мне положили, хотя я, по-моему, одну заказывал, но мы обязательно проверим. Вот и вся комплектация. Тут все прохладное, то есть абсолютно ничего нет горячего, вот она сама уточка. 28 градусов, все уже остыло. Дуэко упаковка, немножко, немножко теплый, 31 градус, чуть-чуть теплый бульон для том-яма. И, в общем-то, вот весь наш заказ. Мы заказали практически все, что было у этих ребят. Утка по-пекински это классика китайской кухни, которая готовится особым образом, которая имеет определенный культ и, в принципе, по идее, должно иметь определенный вкус. Я не знаток утки по-пекински, я ее ел один раз в жизни, причем на фестивале, причем у этих же самых ребят. Попробовал кусочек, мне не зашло, она там была какая-то уже немножко подостывшая и всякое такое. Здесь она подостывшая точно так же, как и там. Давайте начнем, наверное, с утки по-пекински, с ней начнем. У них причем можно заказать целую утку, можно половину, можно неразделанную, можно разделанную утку по-пекински в любых вариациях. Вот она утка по-пекински. Выглядит так, подается она с мандаринскими блинчиками или мандаринскими, не знаю, где ударение правильно ставить. Я пытался загуглить, но не очевидно. Абсолютно. Здесь овощички, болгарский перец, огурец и лук-порей. И два соуса хой син, хотя тут написано, что соус хой син подается одна штука у них на сайте. Вот она штука. Возможно, второй соус относится к чему-нибудь еще, но это вряд ли, потому что, например, в спринг-роллах здесь есть отдельный соус, типа сладкого чили. На каждой упаковке у них есть состав, посмотри, очень здорово сделано, из чего состоит, это просто кайф. И даже вес указан. Давай мы проверим, насколько ребят соблюдает вес. Вес утки 110 граммов. Мне кажется, здесь что-то наложено гораздо больше. Да, вот видишь, 234 грамма с учетом блинчиков и упаковки. 60 граммов овощичек, похоже на то, и соус 30 граммов. Но мне его дали почему-то аж два. Фирменный соус хой син. В составе у них еще написано палочки для еды одна штука, но где эта штука, непонятно. Палочек, салфеток и вообще чего бы то ни было похожего мне не дали. Итак, как естся утка по-пекински? Берется вот так вот лепешка, это мне объясняли на фестивале, накладывается утка. Утка, кстати, довольно мягкая, она вот, то, что я пробовал на фестивале, она была суше. Не знаю, может это проблема фестиваля. Кладется, я не знаю, руками или каким-то особым образом вот так вот овощички, и все заливается соусом. Вот здесь вот начинается уже неудобство, потому что, черт подери, у меня всего две руки. И вот так вот, по идее, это и употребляется. Давайте, ребят, первая осознанная утка по-пекински в моей жизни. Блин, ну, да, я сейчас попробую, вот возьму прям два кусочка. Вот они явно самые такие сочненькие, тут даже еще какая-то розовинка есть. Это не потому что она недоготовлена. Утка по-пекински, если вот по технологии, как я смотрел, она готовится долго довольно. У нее сначала, во-первых, шкуру отделяют, прям реально надувают утку, прикинь, вставляют компрессор, и шкура отделяется от мяса, потом это все в сиропе, и все это запекается в печи, на крюках. Это все очень круто. Вот, я думаю, что эти ребята точно так же делают. Слушай, ну, пахнет печенью, я вот не знаю, я утку, небольшой любитель утки, хотя я знаю, что это... Именно, наверное, поэтому я небольшой любитель утки, потому что я знаю, что она очень диетическая утка, она нежирная, покруче даже каких-нибудь ваших куриных грудок. Не, вот не сухая, вообще не сухая. Все-таки на фестивале немножко не зашло. Не, круто приготовлено, действительно, очень сочное, влажное. Есть, конечно, привкус вот этого паштета, но он скорее легкий, он прям не доминирующий, меня не напрягает. Вот сейчас могу сказать, что мне понравилось. Действительно, мягкое мясо прям, и очень вкусный соус, прям бомбически вкусный соус. Хой син, один из лучших соусов вообще в мире, я считаю. Шикарно! Что я могу сказать? В общем, конечно, если бы я, наверное, был где-нибудь в Пекине и взял бы в ресторане только что приготовленную, порезанную, теплую, хрустящую утку с хрустящей корочкой, я бы намного сильнее кайфанул. Возможно, у этих ребят есть где-то какое-то заведение, где это можно сделать прямо сразу, без доставки. С доставкой теряется идея, потому что основная, конечно, основной прикол это в том, что вот эта вот кожица, вот эта вот кожура, она должна быть хрустящей. Она не хрустящая. И, кстати, она не обладает каким-то ярко выраженным сладковатым вкусом. Я не ел никогда настоящую утку по-пекински, но я абсолютно уверен, что это русифицированный вариант, потому что... Мне кажется, все-таки вот настоящая китайская утка, она должна немножко другими ароматами обладать. Здесь она такая довольно нейтральная сама по себе утка. С соусом зашибок. По себе нормальное вкусное мясцо. Не более так. Но в целом нормально. То есть мне понравилось гораздо больше, и я рад, что я это перепробовал, потому что было у меня легкое вчера. Кстати, в сториз, по-моему, ты видел? По-моему, я выкладывал в сториз, как я эту утку ел. Я там что-то такое бухтел. Что-то суховато. Первая утка по-пекински. Это шеф пекинской утки приготовил утку по-пекински для меня. Держи, ну соусы разруливают. Ну да, это соус классический хойфин идет. То есть сама утка, она как бы ее... Она максимально высушена, да? Бладкая история. Ну, в общем, нормально. Нормально. Стоит это 430 рублей. Могу сказать, что, в принципе, блюдо, которое в общей сложности, наверное, весит около 300 граммов, учитывая определенную эксклюзивность, потому что утка, это вообще, ну, эксклюзивный продукт, потому что он готовится долго, дома ты особо готовить ее не будешь. Ну вот, то, пожалуй, это интересно. Это стоит того, чтобы попробовать. Вот такие вот дела. Ладно, давай попробуем что-нибудь еще. Например, салат с хрустящей курочкой называется. Вот. Конечно же, это доставка. И, конечно же, курочка здесь ни в коем разе не будет хрустящей. Салат очень легкий и в то же время сытный, пишут, ребята. Это хорошее сочетание свежих листьев салата, нежного мяса, цыпленка и оригинального соуса сладкий чили. Опа-на! А, он уже внутри. Соус сладкий чили внутри, потому что вот они кусочки этого соуса. 280 граммов должен весить этот салат, а весит он 403. Выглядит он симпатично, пахнет оттуда вкусно. Здесь пекинская капуста, естественно, вот она же та же самая, что и кимчи, только она здесь не в специях. Много салат, довольно объемная такая штука. И целая куриная грудка в панировке. А, нет, это не целая куриная грудка в панировке. Это нарезанная куриная грудка такими полосками, да, и уже они запанированы и обжарены во фритюре. Давай попробуем. Ну, честно говоря, неинтересный салат. То есть, тут есть сладость, есть небольшая кислота, есть острота легкая. Тут, видимо, чуть-чуть добавлено этого соуса. Но салат довольно обычный. Жареная курица во фритюре банальный салат, который уже вот со временем вымокает. То есть, его пока довезли, салат уже на грани смерти. Вот он уже такой. Курица, в принципе, тоже, но чуть-чуть хрустит. Вот чуть-чуть вот еще она сохранила свои функции. Салат в слюне, курица почти. И такой салат неинтересный абсолютно. То есть, такие салаты надо есть сразу. Потому что они начинают течь, они начинают сопливиться. Вот, что у нас еще интересного есть? Давай посмотрим. У нас еще на самом деле очень много интересного. Баклажаны по-корейски, например. А вот они, походу, делают. Баклажаны по-корейски маринованные. Вкусная в меру острая закуска. Очень вкусный аромат от них сейчас пошел, честно скажу. Чесночок такой, кинза. 250, а должен весить 200 граммов. Ну, тут и видно, что здесь кинза, лук, болгарский перец, морковь по-корейски. И баклажаны, рубленные вот типа кубиками. Слушай, ну это тупо то же самое, что морковка по-корейски, о которой корейцы понятия не имеют вообще. Она очень вкусная, я люблю морковку по-корейски. Вот здесь те же самые специи. То есть, как морковка по-корейски, только баклажаны. Может, чуть поострее, единственное, что. Плюс кинза. А так то же самое. Мне не очень зашло. Ладно, что у нас еще? У нас тут вообще интересные маленькие баночки, с которыми надо вообще капитально разбираться. Битые огурцы, например. Салат битые огурцы. Это тоже классика, это очень вкусно. Один из первых рецептов, который я готовил на своем канале, это было там 6-7 лет назад. Это как раз был битые огурцы. Свежие огурчики, чеснок, перец чили, запах уксуса. То есть, в принципе, это все похоже на правду, на то, как это должно быть. 200 граммов должно весить. 209, может быть, если и есть недовес, то очень-очень легкий. Вот здесь вот много влаги уже вытекло. Это хорошо, как раз это говорит о том, что клево. Тут и посолено, значит, и по уксусено, и чесночено, и всякое такое. Ароматы, ароматы отличные. Вообще, мне вот эти вот азиатские ароматы мне очень нравятся. А самый лучший азиатский аромат – это чеснок. Ой, как необычно. Во-первых, это странно. Честно говоря, как у них тут написано, оригинальный соус. Соус оригинальный, он, поэтому, он почему-то не кислый. Я люблю, ну, зараза вкусный соус. Я, когда слышу битые огурцы, я все-таки, вот, как кислые, сладкие, соленые, да? И вот в определенной последовательности, если ставить эти слова в приоритете, то, когда битые огурцы слышу, сначала кислый, потом сладкий, потом соленый. Вот в такой последовательности. А, ну и острый, да, и острый, он, как бы, ко всем трем применяется. Здесь же, наоборот, тут сладкий, потом соленый и потом кислый. То есть, здесь не хватает кислоты по моему вкусу. И назвать эти огурцы битыми тоже не очень, как бы, у меня язык поворачивает, потому что они не битые. Мне кажется, их никто над ними не измывался. Их, как порезали, может, пожали немножко, ребята. Потому что они довольно, довольно хрустящие, прям вот, как будто только с грядки. Самую малость они размякли, вот, самый малость. Возможно, чуть-чуть их помутузили. В общем, по моему вкусу, это битые огурцы не очень хорошие. Я и сам делаю по-другому, если делаю, я не так часто их делаю, чё я загоняю. Вот, и, в принципе, жду немножко другого от этого вкуса. Я бы туда ещё уксуса бахнул, и, может быть, был бы нормальный. И чесночка чуть побольше для аромата. Ну, а так сойдёт, в принципе, 200 граммов. Блин, естественно, почему я без цента сделаю, я не пойму. У нас есть чек. Так, баклажаны, кстати, стоили 250 рублей. Салат с хрустящим цыплёнком 350 рублей. А, я реально две кимчи взял, нафига? Всё, я щешу, сумасши. Я же не буду есть их. Битые огурцы 250 рублей. О-о-о-о. Слушай, ну это вот за гранью уже, честно, добра и зла. Огурцы за 250 рублей. Дак, пекин, это чё-то перебор. Я как бы, я говорю, я понимаю цену на утку, да, потому что это прям эксклюзив. Это то, чё типа вот, ну, прям ты нигде не поешь, кроме как у ребят, которые специально делают это. Например, вы. Ну, но битые-то огурцы, это же огурцы, ребят. Вот этот салат делается дома в течение 40 секунд приблизительно. Это вообще не стоит своих денег. Особенно летом. Ну, сейчас не лето, уже осень, но тем не менее, как бы ещё огурцы дешёвые. Сезон. Брун, ты какого хрен тут делаешь вообще? Блин, напугал меня, ё-моё, я чуть не это... Сердце чуть не остановилось. Так, ладно. У нас ещё есть грибы шиитаки. Вот это вот как бы что-то типа полюбопытнее. Вот грибы шиитаки тоже, наверное, по 250 рублей. А вот с кальмаром тоже, они же только с кальмаром стоят... Сколько? 350 рублей. Вот с кальмаром, вот без кальмара. Тут просто, ой, как меленько нарезано, прям, смотри, как волосочки, да. Морковка. Здесь тоже огурцы, смотри. Грибы муэр. 125 граммов. Всё хорошо, а вот этот должен весить 150, здесь побольше. А весить 232. Слушай, нормально они с весами работают. Уважуха. Так, в салате древесные грибы. Прикольные такие. Медузки они были. Мне нравятся, они по структуре, по консистенции грибы приятные. Равны, как и кальмар, если он хорошо приготовлен. Здесь он жареный. По крайней мере, так и написано. Ну, наверное, он действительно всё-таки немножко жареный. Или он просто варёный. Непонятно, в общем. С кальмаром непонятки. Огурчики, опять-таки, кинза. Лёгкий салатик написано. Давай пробовать. Я начну с кальмара, потому что... Потому что я так хочу. Отлично сделанный кальмар. Не резиновый. Шикарный кальмар, ребята. Прям респект. Грибы. Ну, прям вот этот салат очень близок к моей, как бы, вкусовой любви китайской кухни. Я люблю китайскую кухню. Никогда не был в Китае, но ресторан Лу Сан на улице Кржижановского. Это One Love. Я вот серьёзно. Это одно из тех мест в Москве, куда я хочу ездить, есть еду. Потому что очень вкусно. И очень ярко. Здесь всё-таки Дак Пекин, ну, владелец этой компании. Он не китаец. И боюсь, что шеф-повар он же. Огурцы классные. Где берут, непонятно. Белая дачная. Прикольный салатик, который надо пожевать. Я люблю вообще еду, которую надо пожевать. То есть, вот совсем нежное что-то мне не нравится. Тут и грибочки пожевать, и кальмарчик, и похрустеть огурчиком. И заправочка такая сладенькая, кисленькая. В принципе, норм. В принципе, норм. Вот. Второй салат, ну, я не думаю, что он удивит, что он такой же получается. Это просто салат из древесных грибов. Мояр богат белком. По его содержанию продукт не уступает мясу. Вот так вот. Так что эти грибы, они же мясо. Поняли? Нет, грибочки приятные. Вот здесь заправка. Очень похоже на заправку в битых огурцах. И вот к грибам она подходит изумительно. Я не знаю почему, но вот к грибам прямо она действительно очень вкусно заходит. Грибы еще, видать, в себя впитывают сок соуса. И получается... Ммм, пикинза. Немножко кинзы и хорошо дополняет кинза. Я полюбил кинзу в последнее время. Я признаюсь, каюсь, но кинза мне нравится. В общем, два салатика с грибами вкусные. Насчет денег, как я говорю, сами считайте. Но если огурцы не стоят совершенно своих денег, то, может быть, древесные грибы мы тоже не купим в пятерочке. И в плане эксклюзивности и необычности можно что-то там заплатить и, в принципе, получить удовольствие. Огурцы не брать точно. Вот эти салатики оба хорошие. Причем обычный салат без кальмара вкуснее, чем с кальмаром. Все. И дешевле. Так, что у нас еще осталось? У нас вот, я еще, слушай, паровые булочки купил. О, булочки прям... Что я ожидал? Это, смотри, они булочки как пита такая, да? Они рекомендуют подогреть в микроволновке. Правда, написано, минута полторы. Это слишком много для таких булочек. Они просто высохнут. Лучше сделайте секунд 30-40. Вот, не больше. Просто нормальные повара, они практически никогда не пользуются микроволновками. Поэтому, видимо, так и указали. О, смотри. Такая пышная, пышная, прикольная булочка. Но ее надо есть, конечно. То есть, она даже сложена пополам, чтобы сюда утки наложить, да? Сюда овощей. И как питу употребить. Давай я это сделаю. Но потом очень мягкая. Мягкая, сладенькая, очень клевая булка. Ничего себе, на пару можно такие булки, оказывается, делать. Надо изучить технологии. Действительно клево. Да какого черта вообще? Кого я обманываю? Я хочу это сейчас пробовать. Идите нафиг. Я не буду ничего подогревать. Я положу овощей. Овощей. Я положу утки. Ну так вот, смотри. Раз. Ну так вот. Я положу еще овощей. Полью все это соусом. И пропади оно пропадом. Все. Поминай, как знали. Вот так вот изумительно. Вот какие-то мандаринские блинчики. Вот формат наш. Смотри, нормальная тема. Где утки больше с этой стороны? С булочкой прям кайф. Но все-таки еще раз убеждаюсь в том, что это блюдо делает соус. То есть вот соус хой син офигенный. И оно вкусное. Сюда что не нарежь там? Говядины, свинины нарубай сюда. Курицы свертело шаурмой. Добавь этого соуса, у тебя будет вот этот вот вкус. Да, утка имеет, конечно же, свой вкус, свою структуру. Но она сама по себе не вызывает у меня восторг. Ну, может быть, я просто не разбираюсь. Но булочка бомбическая. Она вообще денег сколько-то стоит, нет? 50 рублей. 50 рублей, видимо, 2. То есть вот комплект из двух булочек стоит 50 рублей. Прикольно. Если будете заказывать, стоит взять. Я наговариваю, наговариваю на утку, да, что-то. Ну, не то чтобы наговариваю, я просто говорю, что не особо что-то там прям зашло. Но на самом деле, вот сейчас чувствуя послевкусие, я понимаю, что утка, она уникальный вкус какой-то свой имеет. Есть люди, которые просто любят утку, и тогда им абсолютно точно здесь место в этом заведении. Люди, которые к утке не относятся с какой-то любовью или прочим, наверное, можно попробовать, чтобы определиться. Ну, это то же самое, что вы всю жизнь ели говядину и свинину, а потом вам подали мясо лося, какую-нибудь там строганину. И вы особо, ну, реально не поймете разницы. Оно будет, ну, жестче будет. И ты так поешь и скажешь, ну, та же говядина, только жестче. И будете правы, если так скажете. И я точно так же скажу. То же самое и с уткой. Это та же курица, только, ну, вот чуть у нее вкус, конечно, свой более насыщенный. Какой-то, я говорю, такой печеночно-паштетный, что ли, вот такой вот вкус. Все равно пришел к выводу, что ничего особенного. Молодец я. Так, спринг-роллы тоже с уткой. Спринг-роллы с уткой, это хорошо. Смотри, какие здоровые. Огромные роллы в рисовой бумаге. Спринг-роллы с уткой. 350 рублей стоит вот этот комплект. 300 граммов должен весить, но весит явно больше. Тут прям что-то хорошо наложено. 355, ненамного-то и больше. Вот. В общем, спринг-ролл и соус сладкий чили. А, нет, два соуса. И два соуса написано слива манго. Охренеть, не встать. Слива манго и остринка. И остринка. Где-то похожий вкус я уже ощущал только что. Как будто бы, наверное, вот как раз в баклажанах. Очень похоже на баклажаны. И, может быть, на салат с хрустящей курицей тоже он же. Но это не точно. Прикольный вкусный соус. Очень похож на сладкий чили. Просто с небольшой такой манговой сладостью. Так. Ой. Ой. Ну вот. Ну вот. Ну никак, да. Ну, то есть спринг-роллы надо поменьше все-таки делать. Потому что, ну. Лучше четыре, но меньше. Потому что он разваливается. Это просто набор овощей. Там плюс к овощам, правда, есть еще и манго. Давай уж расковыряем до конца. Вот он, кусочек манго. Вот он. Вот. Ммм. Хороший манго, слушай. Такой, не пятерочный. Ну, где утка-то по-пекински? Я не очень понимаю, где утка. Тут же должна быть утка. Давай разберем. Я разберу ролл. Я извиняюсь. Я должен найти утку. А, нет. Она все-таки есть. Вот, смотри. Я один ролл вот из-за этого испортил. Там внутри лежит уточка. Ее очень мало. Как вы не любите, что я ковыряюсь в еде. Но, блин. Ну, работа у меня такая в еде ковыряться. Вот. Три кусочка курицы. Ой. Три кусочка утки. И остальные овощи. Так, я не знаю, что я сделал с этим блюдом. Я его уже окончательно упорол. Но оно, честно говоря, оно упоротое изначально. Потому что, ну, это салат, короче. Это нельзя называть спринг-роллами. Это просто попытка что-то завернуть в рисовую бумагу, которая увенчалась неуспехом. Я не понимаю, как есть. Взять я этот ролл не могу. Он разваливается. А вилкой его есть я не могу, потому что, короче. Вот так вот берем. Смотри, вот так вот все натыкиваем. И вот так вот едим. Я не знаю, как по-другому. Давай. Опять уточка? Не, ну, приятным-приятным. И при вкус мяты. Слива манго. Соус вкусный. Формат подачи абсолютно никакущий. Не надо так делать. Лучше уж сделать какой-то салат отдельный, либо делать реально меньше. Или заворачивать в лаваш. Вообще нормально будет. Лаваш хотя бы так себя вести не будет, как вот эта рисовая бумага. Она склеилась, порвалась и так далее. Пока мне нравится, что у нас происходит. Давай-ка сделаем сейчас перерывчик на облепиховый морс. Просто попробуем облепиховый морс. Чисто, тупо попробуют. 120 рублей стоит. Маленькая баночка. 0,33, 120 рублей. Слабо концентрированный облепиховый морс. Дак Пекин, ну это типа как с огурцами, серьезно. То есть я, я говорю, я вообще амбассадор облепихи в этой стране. Имейте ввиду. Люблю облепиху и облепиховый морс. Вот ваш облепиховый морс это где-то 10% мякоти облепихи. На 90% воды. И 0,33 все это вместе. Это капец как жлобски. Очень жлобски. Либо концентрированный, либо больше. Все. Очень дорого. Не брать облепиховый морс. Лучше во вкус вилле за 120 рублей. С той же концентрацией взять, но литр. Том-ям меня, конечно, впечатляет. Сейчас я открою. Я должен открыть это. Том-ям с морепродуктами на две персоны. Литр бульона. А я подозреваю, что бульон они делают на утки. Потому что, когда утка разделывается, много всего остается. Из этого можно сделать офигенный бульон. Скорее всего, так и происходит. Том-ям в виде конструктора. Литр бульона. Подожди, это 730 рублей. 730 рублей. Это не на две персоны, это на три, я отвечаю. Лапша рисовая. Лапша рисовая. В том-яме лапша рисовая. Ну, такое. Ладно, давай лапшу заминусуем. Лапша не имеет отношения вообще к том-яму, как бы. А вот это все уже имеет. Хорошо. Бульон. Креветки. Очень много креветок. Не знаю, не всегда ли так кладут. Но тут креветок дофига. Внизу кальмар. Посмотри. Грибы. Посмотри. Лайм. Свеженький. Помидоры. Опять-таки. Кинза. Морковка. И это очень богато. Это серьезно. Это очень богато. Вот, посмотри. Изумительно. За 730 рублей тут реально поесть. Ну, дофига людям. Ну, три человека вот это все поедят. Я, честно говоря, сейчас собирать конструктор не вижу никакого смысла. То есть, ну. Ну, или дай тарелку. Давай я себе сделаю суп том-ям. Ну, давайте собирать наш том-ям. Смотри. В принципе, у меня неплохо получается. Вот. Еще креветку добавлю. Ну, давай, ладно, добавлю лапши. Я, конечно, считаю, что нахрен лапша в том-яме не нужна. Но, тем не менее, они положили. Давай добавим. Лайм добавим по вкусу. Ну, допустим, вот такая вот тарелочка том-яма. Вот так вот. Вот так оно. У меня здесь осталось, в принципе, еще на две тарелки такие же. Выглядит неплохо. Лапша очень странная в этом супе, но не уверен, что вот этот бульон том-ям сделан на основе бульона из курицы. Хотя это странно. Это логично делать бульон на основе куриного бульона. Потому что, опять-таки, я говорю, у них безотходное производство. То есть, варят бульон, из него же делают суп том-ям. Так это работает. Так это должно работать. Но здесь у меня нет ощущения, что я ем... Что это все... Есть ощущение, что это все-таки... Нет, наверное, это все-таки бульон. Так что можно на воде делать вот этот суп том-яма. Он, в принципе, тоже нормальный будет, вкусный, съедобный. Короче, достойно. Достойный том-ям. Я считаю, что его можно взять и попробовать. Лапша нахрен. Прям вот не кладите лапшу в том-ям, не надо, но это лишнее. Заправочка вот эта. Креветочки хорошо сваренные, очищенные от кишочков. Грибы, помидорки. Если вы еще хотите вот так вот лайми кому-то вот немножко, закапайте и будет зашибись. Вкусный том-ям. Острота умеренная. Может быть, каких-то ингредиентов не хватает в этом бульоне, но он по факту вкусный. Он вкусный и довольно сдержанный для того, чтобы его мог поесть человек, который, например, острое вообще не переносит. Он острый, но не прям том-ям такой, как вот, чтобы глаза вылетали. Довольно сдержанно. Поэтому том-яму я ставлю лайк, особенно за, пожалуй, подачу. Подача огненная, баклажка, плюс отдельно целая пачка всякого вкусного. Вот. В общем, достойно. Том-ям одобряю. Пожалуй, да, своих денег точно стоит. У меня почему-то еще кимчи в двух вариантах. Я вообще не понял тот момент, когда я заказал две пачки кимчи. Зачем? Я просто не очень люблю кимчи, я поэтому хрен знает для чего. Ну вот, пекинская капуста вот в этих вот специях. Блин, зачем я? Зачем я это сделал? Давай кусанем. Видите, я не умираю. А это значит, что это неправильный кимчи. Вот мы тогда в ресторане Коре, по-моему, брали, да, кимчи? Там была кимчи? Была. Да, была острее. Она была сильно острее. Да, мы сразу попробуем кимчи. Кимчи это просто тупо капуста бекинская вот эта. То, чего запрещено добавлять в шагуху там. Не на уровне закона, но на уровне, по крайней мере, моих понятий. Ну, интересно. Неудивительный вкус. Не умру? Не очень остро. Не, не очень остро. Но зато очень сочно. Здесь тоже остро. И перчено. То есть, такой вот вкус вот этого красного перца. Вот для меня вкусный красный перец в соусе шерерачи, да, вот он. Вот у меня соус шерерачи. Вот самый вкусный соус тайский. А есть невкусный соус шерерачи. Я уже как-то втирал эту дичь. Кто-то меня понял, кто-то нет. И вот там вот невкусный этот перец используют. Точнее, он для меня невкусный. Может, кто-то и любит. Вот здесь вот как раз невкусный вариант перца, который по вкусу неприятный. Сочная капуста, в принципе, наверное, корейцы бы оценили. Я что-то не очень понимаю это блюдо. В общем, вот такие вот дела, ребят. Дак, Пекин. Обзор на сколько-то минут. А опять, возможно, у меня какие-то национальные ошибки. Я, возможно, что-то неправильно ем или неправильно режу там пирог и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, обзор сделан. Пишите, кидайте камни, тапки в комментариях. Пишите, кто пробовал у этих ребят. Или когда вдруг попробуете, напишите, как вам. Мне интересно будет, что вы думаете на этот счет. Мне в целом понравилось. То есть, как бы идея такая, она приятная. Мне очень нравятся конторы, которые делают монопродукты. То есть, которые не пытаются все подряд делать. Нет, здесь тоже есть салат и суп как бы. Но салат с той же уточкой там, например. Спрингролл тоже с уткой по-пекински. Как бы основа все-таки вот сосредоточились на одном продукте, который они хотят делать изумительно. В принципе, получается очень мягкая, она не пересушенная, довольно вкусная утка. За это огромный респект. За это огромный респект Дак Пекин, что они не распыляются. Потому что я видел у них на сайте пока пустой раздел. Но он есть, его видно. Суши-роллы. Ну фиг знает. Я надеюсь, что тоже как бы, если уж делать, то сосредоточьтесь на какой-то истории на своей. Это будет прям огненно. Ну вот. Как это? Лезть к нам в рэп не на... Ну так же, как там, если сейчас пиццерия начнет утку, да, у себя делать. Они же тоже могут в своих печах утки развешивать делать. Ну вот. А так, нет, огромный респект. Дак Пекин молодцы. Я, в принципе, рад, что случайно как-то... Вот так вот всегда и происходят какие-то случайности. Приводят к тому, что, ну, возможно, сейчас у ребят там дело чуть-чуть пойдет получше. Я думаю, что кто в Москве живет, захочет попробовать вот этот продукт. В принципе, я бы советовал. Короче, я всеми руками за такие вот истории. Всеми руками. Это классно, это гастрономически, это любопытно, это интересно. Лапшу из том яму убрать и будет вообще нормально. Вот. И огурцы битые сделать. Цена 100 рублей максимум. И морс облепихаю подешевле. Все. Спасибо за обзор. Сейчас ставим оценки, подводим итоги. Хотя я их и так уже подвел, и так все понятно. Отделился внизу слой прям бульона. И походу это бульон. Походу это бульон. И скорее всего утиный, потому что какому еще бульону быть, если не утиный? Вы уже видите оценки на экране. Все это время 73 балла. Это не очень высокая оценка. Но она... При этом обратите внимание, что я поставил лайк. Как бы лайк. Это значит, что я бы рекомендовал заказывать. И сам бы, в принципе, заказал бы. Еще раз. Потому что по большому счету это любопытно. Это интересно. Это какие-то яркие вкусы. Это стоит попробовать. Как минимум попробовать вот соус хоусин, который прям реально клевый. Отлично подходит к утке. Точно стоит. Паровые булочки изумительные. И вообще, в принципе, и том-ям. Том-ям заказать прям и втроем его съесть, отлично будет. Можете писать, кстати, на сайт, что это порции на троих. Смело. Литр бульона. Бомбическая тема. Так, но все-таки цена 3, потому что мне достаточно огурцов за 250 рублей. И мне достаточно облепихового морса 0.33, жиденького за 120. Этого достаточно, чтобы сделать вывод, что вот так вот. При этом цена на утку, я бы не сказал, что за облачные. 430 рублей за отдельное полноценное блюдо. Ну, в принципе, нормально. Почему нет? Ну и салатики вот эти с грибами тоже, на мой взгляд, дорого стоят. Вкус-качество 4,5 ставлю, потому что, в принципе, у меня тут вообще нет нареканий к свежести продуктам. Тут если креветки, то они хорошо сделаны. Если помидорки, то они свежие. Утка, она не сухая, она сочная, клевая утка. Вот. Поэтому вот такая вот оценка сервис 3. Но опять-таки, потому что опять косяк со сдачей у нас. Вообще везет со сдачей, да, Дим? Да. Опять не подготовили сдачу. Хотя здесь явно был, по-моему, при заказе, там, возможность указать про сдачу. Или нет? Или это в прошлой доставке? Не помню. Ну, короче, сдачи нет. Опять пришлось что-то переводить на Сбер и так далее. А, еще, кстати, не дали никакой чек. То есть, даже товарник никакой не дали, чтобы я смог что-то там проверять периодически. Скорость 3. Вот, честно говоря, у меня есть ощущение, что это несправедливо. Мне несколько обзоров снимает. Я не запомнил, указывал ли я там время какое-то. То есть, мне привезли в 2 часа. Возможно, я его указал. Вот. Ладно, оставим 3. Но, в любом случае, это даже если бы там была другая оценка, не сильно бы повлияло на итоговую. Вот, температура... Ну, температура 2. Я не знаю. Ну, в принципе, даже 0, потому что у нас холодная утка, у нас холодный бульон. То, мьямовский. Конечно, это все можно подогреть, и вопросов нет, но тем не менее. Ну, и лайк, да, как я и сказал, я ставлю. В общем, место интересное, любопытное. Попробовать стоит, если вы не ели никогда утку по-пекински. Можно начать с этого места, и, возможно, потом найти где-то место, где готовят более аутентично. А мне кажется, что есть все-таки более аутентичные какие-то рецепты, которые прям будут отличаться от того, что здесь. Но здесь, тем не менее, вкусно. Все, ребята. Утка по-пекински. Спасибо за просмотр. Рад был вас видеть на своем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и вот. Ну, и помните, да, внизу надо было написать, что вы ели, пока я ел утку по-пекински. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Начальник запретил снимать.